Белый ангелок Милаша. Тот момент, когда нужно отпустить всё. Они обе отмучились. Волонтёр Влада и её Милашка из домашнего мини-приюта Девять жизней. В пять вечера хозяйка её отпустила. Неделя борьбы, но, увы, больше ничего не хочется говорить, если честно. Я не буду выкладывать то последнее видео, которое мне отправила Влада за день до. Где Милаша капается, перебирает своими лапками пледик. Слова и слёзы волонтёров, все эти эмоции. Это личное, это останется навсегда с нами. Наш белый ангелочек. Так назвали её мы обе. Не передал и все те долгие разговоры с Владой за последние дни. Эти переживания, опасения, надежды и веру в чудо. Кормление детским питанием, сделанная самостоятельно волонтёром болтушка. Норка, сделанная уютной в шкафу, чтобы её никто не трогал и ей было более комфортно. То, как она падала без сил уже и ходила под ладочек едкой, с жёлтой жидкостью, а не, так сказать, мочой, которая обычно у котиков. И эти слёзы, все эти дни, мольбы, молитвы. Добавлю лишь то, что для Влады это не то, что боль, это кусок плоти вырванной. Как же тяжело было волонтёру решиться. До последнего девушка верила, что мы справимся. Мы это всё обсуждали. Возможно, вы спросите, сколько милашка прожила после того, как волонтёр узнала, что у неё КХПН. С начала августа 21-го года пошла симптоматика. Тогда, по сути, всё обошлось. Получается, прошло уже полтора года. У нас же ещё плюсом гепатит потянул. Врач в режиме телефона озлучила всю нашу биохимию. Остался Филя, братик, и этой кошечки. У того Рина Хроника с детства. Нужно тоже по-хорошему делать анализы, так как последний месяц боролись ударно с этой заразой. И не справились, проиграли. Милочка, тебе больше неплохо. Ты не мучаешься. Держись, Владочка. Мы не боги.